украинской культуры в иностранке, циклом встреч. У нас в гостях украинский поэт, лауреат Народной Шевченковской премии и премии Английского пэн-клуба, ведущий научный сотрудник Института литературы имени Тараса Шевченко Национальной Академии Наук Украины, доктор наук по социальным коммуникациям Игорь Павлюк. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. Доброго вечера. А прежде чем мы начнем разговор, я бы хотела остановиться на нескольких цитатах о поэте. Например, китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2012 года Мо Янь об Игоре и его творчестве сказал так. Мое первое впечатление от английских переводов Игоря Павлюка, будто я читаю книгу Шейм Сагини, а после наших разговоров с Игорем в десятках электронных писем в моем сознании образовался образ очень талантливого поэта. Также об Игоре сказал герой Украины, советский и украинский поэт, общественный и государственный деятель Игорь Павлюк. Борис Олейник. Да, прошу прощения, видите, волновалась. Действительно, Борис Олейник, юбилей которого мы будем отмечать в октябре этого года, 85 лет. А Борис Олейник говорил следующее. Творчество Павлюка не просто развернутая метафора, а постоянное преодоление вопреки предначертаниям судьбы. Чем привлекает к себе и сама личность поэта, и его творчество? Да прежде всего открытостью и откровенностью. Эти черты характера присущи лишь отчаянным. А вот как говорит о творчестве Игоря поэт-переводчик Евгения Бильченко. Логос или голос? Мысль или письмо? У Игоря одно неотделимо от другого. Никакого эстетства, никакого формализма, никакой поэзии ради поэзии. При этом никакой вульгарности, нарочитости, игр в простоту, дабы всем нравиться. Он таков, каков есть. В стихах его самость, его совесть, его соколенность. Я рада представить гостям и зрителям нашего сегодняшнего ведущего, который будет вести дальнейший диалог с поэтом, члена Русского пэн-центра Владимира Пимонова. Добрый вечер, Володя. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Большим удовольствием передаю вам слово. Да, спасибо. Здравствуйте, дорогие слушатели. Хочется сказать, радиослушатели, но уже не радиослушатели, а, так сказать, аудитория. Ну что, начинать нужно со стихов. Предлагаю такой формат. Игорь читает свои стихи, а я – его переводы. По идее, нужно начинать с осени. Давай, Игорь. Даю. Я ищу маленькое вступление. Очень благодарен тебе, Володя. Мы уже на «ты» перешли, хотя виртуально, но очень быстро почувствовали друг друга. Спасибо тебе за глубокую и тонкую статью обо мне. О ней еще мало кто знает, но я ее переживаю уже больше, чем неделю. Так редко обо мне кто-то писал прочувственно, и с которым я кофе даже не пил реально. Так что это спасибо тебе. Надеемся, что она будет опубликована. Ну, посмотрим, да. Это уже не важно. В смысле, важно, но понимаешь, в каком контексте. Да. Будет опубликована рано или поздно. Вот. Рукописи, или как там сейчас говорят, надо сказать уже, да, не горят, короче говоря. Надеемся, надеемся. Так. Значит, стих. Евгенії Більченко. Уже сегодня мы вспоминали о ней. Обернувалося щось, чи то лист, чи сльоза, чи стежина, а чи, может, ось-ось пуповина обрізано десь, і закінчилась тайна, але почалась батьківщина, і закінчилась грішне, та не почалося святе. Тільки сили небесні з'остались такими, як завжди. А закон, що зостався, це воля померлих за нас. А поетів не люблять. Отак, як сирячної правди обервалося щось, чи то лист, чи сльоза, чи струна, як мурахи по шкірі побігли по лісі Вовчинська. Лишь один не добіг, зачепившись за красний ланцюг, його очі людські. Моя дола я бачив із близька. Він не ворог мені, але він мені також не друг. Так і світ цей увесь. Еволюції, бунти, розрухи, темний космос душі, як дитина осміхнена, смерть, осінь людства довкола, у вирій збираються духи. І мене моє тіло, мов куртка, Капронова, ЖМЕ. Зараз я прочиту перевод. Этот перевод сделала Евгения Більченко, їй же і посвящено стихотворение. Що-то вдруг оборвалось, письмо ли, слезали, тропали, лоскуток пуповины обрезан і брошен в кусты. І закінчилась тайна, і Родина, зново вопали, і закінчился грех, не успев обернуться святым. Але осталась також, як раніше, небесна прана. І ось цей закон, це воля умерших за нас. А поэтів не жалують, так, як серм'яжну правду. Що-то вдруг оборвалось, письмо ли, слезали, струна. Воротник волчьей стаи лёг к лесу на зябкіе плечи. Але один із бегущих споткнувся о красний канат я смотрел судьбоносному зверю в глаза человечьих. Он не враг мне, не враг, но не друг, і уж точно не брат. Так і весь белий свет, еволюції, бунты, разрухи, тёмный космос души, ложка смерти, як дёготь і мёд. Осень мира вокруг, к югу тянутся птиці і духи, і мене, моє тело, пальто с синтепоновым жмёт. Ну, да второй давай. Давай второй. Сразу второй? Да, сразу второй, без обсуждений, да. А, без обсуждений. Ну, да. Хорошо. Вже й небо стемніло, як перша земля на труні, Струна обірвалася, Лінія фронту дешева. Дивлюся на зорі, І вічно, і дитинно мені, І чахкає поїзд, Сміється, повія, Дешева, Базар на печалю країни, В мені і кругом, А даль шоколадна Виблизкує кров'ю, Солоно, І чорт його знає, Який там у мене геном, У космосі, що материнське, Нагадує лоно, У космосі, Де навіть сльози униз, Не течуть, Смішна невагомість, Так легко, Що аж не цікаво, І та ненамотана ніч, На могильну свічу, І радість маленька, На плитці запінилась кава, Так ось, Так час надто швидко минає, Як літо чуже, Відходять додому, По духу, Брати, І по крові, Я диву даюся, Мені вже за сорок, Невже збулися всі сни кольорові? Первим комом, Упавшим на гроб, Потімнел небосвод, На душевних фронтах Надривається третій звоночек, Я на звёзды смотрю, З вечним дітством, Що в старці живёт, Умирает мой поїзд, Дешёвая шлюха хохочет, А базарная грусть Украини, Во мне и кругом, Шоколадная даль, Покрывается кров'ю солёной, В общем, Чёрт его знает, Какою поэта геном, Во вселенной, Что прячет своё материнское лоно, Во вселенной, Где в ступе, Что воду, Что водку толочь, Что слезу невесомо и скучно, От феи до фени, Размотавшись с могильной свечи, Медитирует ночь, То и радости ей, Что табак да горячий кофейник, Не спасают ни лето, Ни латы, Ни лето, Ни даже Борисфеновский лес С аватарами лани и лося, Обратимы уходят домой, Мне за сорок, Когда же Всё сбылось? Это перевод Евгений Бельченко. Игорь, Сейчас мы Переходим к вопросам. Кстати, Маленькая реплика, Потому что, Спасибо, Потому что упущу потом. Вот я себе подумал, Пока ты читал, Женя и другие переводчики, Они отбирают стихи спонтанно, То есть я практически Никогда не предлагал Переводчикам стихов, Так же, Как и запоминается, Вот какая-то есть Невидимая Эгрегорная Такая Виртуальная Закон, Скажем так, Виртуальный Стихи запоминаются, Я не знаю, Какие у меня Тысячи стихов, Но запоминаются Те, которые Должны запомниться. Я не могу найти Никакого Правила Закономерности, Так сказать. И вот переводят меня Так, Я уже Бросил Это занятие Так сказать, Предлагать переводчику, Я хочу тебя перевести, Я говорю, Вот переводчиком Переводи на тебе Стихи Все И вот Ищут по своим законам Наверное, Это правильно Я так вот К слову, Так сказать, Все, Теперь я Весь внимание Игорь, Вот это стихи, Вот эти первые два, Что прозвучали, Они из твоей книги Трещина, О которой у меня Вот, Ну, Ты говорил, Уже написался Большой материал, Ну, Разбирая вирши, Вот она, Володя, Ты, наверное, Не видишь, Я тебе перешлю, Я сегодня подумал, Ты же мне электронную Только присылал, Да, Да, Вот эту книгу Подумаем, Потом я тебе перешлю, Это не проблема Просто замечательная, Да, Вот, Ну, Вот я все пытался понять, Откуда такое название, Я даже выписывал для себя Какие-то определения, Основанные на твоих образах, Вот, Например, Такие, Трещина, Это рубец на сердце, Оборванная струна, Руины храмов, Похороны, Свечки, Галактическая печаль, Горящие рукописи, Или это все же стихотворение, Написанное на разрыве себя, А точнее, Состояние У поэта Слома, Разрыва, В котором он живет и творит, Ну, Это мое понятие, Мои ассоциации, Что ты скажешь, Почему трещина, Что она означала для тебя Во время формирования этой книги? Наверное, Я ничего не скажу, Если бы я мог просто сказать, Я бы не был бы поэтом, Ну, В смысле, Если можно было бы так и объяснить, В один, Я просто постараюсь объяснить, Вот когда, У меня есть три файла, Вордовые, Где есть название для прозы, Название для стихов, И название для мемуаров, Я уже, так сказать, Начал писать, Но это отдельный разговор, Вот, И там бывают тысячи названий, Понимаешь? И вот, Последний момент, Ну, Ты как поэт можешь меня понять, Это что-то сродни любви, Фройд где-то имел, Был прав, В каком-то смысле, Я в последний момент могу поменять Название книжки буквально, Правда, Я никогда не меняю, Потому что очень уважаю издателей, Я легкий поэт на работу с издателями, Так я могу считать себя, Думаю, Вот, Я не меняю уже, Когда я, Ну, Понимаешь, Да? Ну, Перед рукописью, Я могу, Перебрав сотни, Ну, Тысячи, А может и тысячи есть, И поэтических сборников, Так тысячи, Названий, А потом я не знаю, Оно как бы комплексно, Как бы букет эмоций, Ну, Что такое литература, История эмоций, Да? Так вот, Оно как бы слагается там вместе все, И религиозная система координат, И геополитическая даже, Вот эта трещина, Да? Которая мы с 90, И даже индивидуально, Так сказать, Вековая, Да? Когда 45, Вот этот, Можно по-разному сказать, Да? Так, Переход с горочки, Под горочку, С горочки, Или кризис среднего возраста, Ну, Здесь можно скучно говорить, По-научному, Можно по-жизненному, И вот как-то оно соединяется все вместе, И выстреливает, И чувствуешь, Что вот это выстрел, А на следующий день, Уже другое, Как бы название может быть, Но уже все, Поезд ушел, Надо, Я уже рукопись дал, Так сказать, И вот трещина, И вот, Пускай как себе, Это интуитивистская, Решение, Так сказать, Вот здесь и есть поэт, Наверное, Там бьется, С баблошкой, Шикарно просто бьется, А я всегда предлагаю, Вот тоже, Может, Такого вопроса нет, Но я сам себе задам, И отвечу, Потому что, Наверное, Интересно будет, Другим поэтам, Я предлагаю всегда, Контуры всех своих книг, 50 у меня разных, Ну, И научных, Издано, Или уже, Больше, Не важно, Это тоже, Не важно, Сразу отвечая на вопрос, Можно, В принципе, Каждый писатель пишет одну книгу, И о себе, Потому что, О других книгах написаны, И ничего оригинального уже, После Хаяма, И вообще, Из истории человечества, Никто ничего не придумает, Только, Только о себе можно оригинально, И что-то написать, Как бы банальная детская истина, Но я уже понял, На, На 54-м году жизни, Так вот, Так вот, О себе, О себе и пишешь, И что там еще? Ты спрашивал, Чтобы я отошел, Что вот на обложке, Там у тебя, Я сказал, Да-да-да, Я понял, В смысле, Я задаю художнику книжки, Эскиз, А он уже, Как бы там, В раз, Когда, Ну, Как правило, Там три варианта, Мы уже выбираем, Это очень приятный процесс, Или, Уже не время издания, Работы над книгой, Так сказать. Игорь, Вот в твоих стихах, Часто звучит, Космос, Вселенная, Вот что это? Это несбывшаяся детская мечта, Стать космонавтом? Почему ты так далеко уходишь, В своих образах? Тебе что, Не хватает нормальной планеты, Земля, Твоей Родины, Твоего Львова, Твоей Волыни? Оно мне все едино, Володя, Оно мне все едино, Я не знаю, Откуда Оно мне дано, Но Оно для меня все едино, Это диапазон мышления И чувствования, Вот мышление и чувствование, Пока у меня идут вместе в поэта, Пока я поэт, То есть, Если еще проще на грешную землю Опуститься, Многие мои ровесники Уже не пишут стихов, Тем более, Которые перешли к суровой прозе, А я сейчас уже перехожу, Вот, В сценарии, Как бы наброс, Как ты сказал, Сказал, Надо закончить будет передачу стихами, И я вот себе подумал, Я сейчас пишу вот длинные стихи, Скажем так просто, Но Я раньше не писал практически кратких стихов, То есть, Строф, Вот фейсбучные стихи, Как я их называю, Но там уже есть ирония, Понимаешь, То есть, Года действительно берут свое, И Это нормальная трансформация Поэта В иронию, И когда ты хочешь сказать Одной строфой, То, Что ты хочешь сказать, Там, конечно, Эмоциям разгона уже такого нет, Но, если честно сказать, В 54 года, То есть смешно, Если ты еще за девушками бегаешь, Да, Это уже, Так сказать, Экзистенциальная философия И мировоззренческие вещи, Так вот, Я позитивистом никогда не был, Метафизиком я был с 18 лет, Когда почувствовал себя поэтом, Когда в Петербурге учился, А вот в 45, Я перешел на революцию, Срелигиозную систему координат, И отсюда можно все понять тогда, Меня, Сейчас понять легко, То есть верующий человек, Я его сразу чувствую, Вот как тебя почувствовал, И мне с ним легко, Мы идем одной дорогой, Мы можем, Понимаешь, Идти разными стежками, Так сказать, Но направление одно, Да, Я чувствую теперь таких людей, Которые меня чувствуют, До этого я был метафизикой, Мои идеалы, Ну, Назовем кумиры, Даже с точки зрения христианина, Я был, Так сказать, Не сотвори себе, Пускай это будет грех, Кстати, Игорь, А на чем, Давай пошли, Чья поэзия повлияла на твое творчество, Вот как ты считаешь? А, Чья? Ну, Я заразился, И когда, В каком возрасте пришли стихи, Да, То есть поэтом я был, Я так сейчас понимаю, Всегда, То есть я вырос дедушкой с бабушкой, В деревне, Как говорят у нас, Без сельсовета, Они были переселенцы, Из холмщины, А отец, Ну, По отцу у меня, Волынские все предки, Глубоко, Историческая Волынь, Вот, Ну, Мама, Когда родила меня, Через ошибку докторов, Умерла через 10 дней, И меня, То есть я, Как я сейчас понимаю, В принципе, Это судьба многих поэтов, Как, Когда я посмотрю, Когда мне очень было тяжело, От 45, Когда я как-то, Получилось, Что вышел на мировые, Увидели меня в мире, И началась ломка такая, Разная, То есть, Наверное, Многие переживают, Друзья, Которые были, Ну, Не все это уж, Как сказать, Переживая адекватно, Я был не готов к этому, Как сказала одна мудрая женщина, Игорь, У тебя детские болезни В взрослом возрасте, Это очень тяжело переживается, Вот даже физиологически, Да, Как говорят, Ветрианки всяческие, Ну, Духовные, Они же законы похожие, Да, Я очень тяжело это пережил, Я должен был перейти, Вот, На религиозную систему координат, Но, С детства, Я жил, В атмосфере, Как у Есенина, Там, Народной сказки, То есть, Прабабушка, Неграмотные, Они в Польше, Не давали, Ну, Я кратко постараюсь, Да, То есть, Я был поэтом уже с трех лет, Когда я вообще начал себя, Вот как, Внук у меня сейчас, Три года, Он уже тоже чувствует, Ну, Свои там, Моменты, Это тоже на генетическом, Интуитивном уровне чувствуется, А потом, Поэт, Вот уже реальный поэт, Который, Ну, Потому что поэзия, Вот это все, А условия, Это же только, Так сказать, Вид поэзии, Который сублимируется в слово, А, скажем, Это поэзия для меня, Это музыка, Написанная словами, Так вот, Я заразился в Петербурге, Когда у меня душа уже ждала, Я поступил в военное училище, Ну, Это тоже была поэзия, Я шел за романтикой, У нас телевизора с бабушкой не было, Не было за что купить, Бабушка старая, И я с ней жил, Для меня поэзия была лес, Я, Так сказать, На деревьях вырастал, Я знал язык животных, Быстрее, Чем язык людей, В смысле, Я постараюсь в мемарах это все описать, Но как-то я выжил в этом всем, И я заразился, Как сейчас помню, Выставка была, Это был 85-й год, К 90-летию Сергея Есенина В нашем военном училище, Выставка в библиотеке, Ну, Меня тянуло к литературе интуитивно, Хотя я вступил в военное училище, Я был физик в школе, Золотой медалист, Все такое, Спортсмен, Вот, Ну вот, Чувствую, Что-то не туда я попал, Ну и вроде, И закончил, Все нормально, Первый курс, Вот зашел в библиотеку, Думаю, Что-то бы такое, Душа ждала чего-нибудь, И здесь выставка Есенина, Думаю, Да проходили мы в школе-то Есенина, Ну, Что-то там, Березки, Что-то, Ну, Я взял, И вот здесь уже тайна, Которую знает только универсум, Как говорили, Космос, Я сразу, Как бы, За месяц, Он, Это уже отдельно, На это же описание, Должно быть, Ну, Если кратко, То я за месяц практически его проглотил, Эти, Шеститомник, Вот, Почти весь он запомнился мне, То есть, Я сейчас могу читать просто, И все, И даже пошло, Дальше пошло, Так сказать, Это я потом понял, Что Есенин так любил Пушкина, Он как бы перевоплотился, Как актер в него, Пушкин от Байрона говорил, Я схожу с ума от этого человека, Вот я был в его коже, Я, Я даже внешне был похож, Я уже пережил, Я недавно написал, Что я отцовский, Он как бы, Как бы я уже его отец, По возрасту, И даже у меня есть снисходительное, Или как сказать, До отцовское отношение, Как бы уже по-другому, Хотя как там, Я девчонка еще молодая, Но душе моей тысячу лет, Ну, вот поэтов душеша, Ну, срослись душем и называется, Ну, вот у меня был, Я не люблю этого слова кумир, Уже как христианин, Потом был, Как бы Байрон еще был, Ну, Он не столько мне был близок внутренне, Ну, я и английский-то не знал, Надо было же почувствовать слово, Я-то Сенина почувствовал, Как бы сказать, Полностью, Насколько это важно, Кстати, Этого передать невозможно, Как нельзя передать, Как сказать, Интуицию, Другому человеку Это передать мне невозможно, Как здоровье невозможно передать, А болезнью заразиться можно, Так вот, Я прошел эту школу, Кстати, Это закон духовный, То есть нет, Скажем, Пафосно большого поэта, Который не прошел бы школу другого поэта, Но шансы остаться самому поэтам Очень маленькие, То есть 99% сгорает гений, Он сжигает другого, Айпегонов миллионы, Ну, Может, Тысячи там, Не знаю, Не важно, Да, Но, Ну, Большие поэты сжигают, Так сказать, Своих учеников, Вот, Ну, Я, Как бы, Воскрес, Если даже, С пепла, Так сказать, Прошел, Потом, Даже начали меня, Ну, Я сейчас, Ко всему практически адекватно отношусь, Даже мне было, Как бы, Больно, Когда, Некоторые поэты говорили, Ну, Вот, Павлюковщина развелась, То есть, Молодые поэты начали уже под меня писать, Я теперь понял, Что закон, Вот, Это была, Как бы, Точка отправная, Координат, Когда я, Ну, Когда я уже был поэтом, То есть, Я уже начал заражать, Репродуктировать, Так сказать, Других поэтов, И среди них, Ну, Тот же закон дальше действует, То есть, Среди ста, Там, Скажем, Скажем, Тех, Которые пишут, Как Павлюк, Будет один, Который пойдет дальше, Так сказать, Меня, Или, Нельзя быть лучшим поэтом, Чем гений, Можно быть таким же, Но в своем времени, И в своем народе, Представлять, Ну, Так сказать, Хотя это уже другое, Так сказать, Поэтому он универсальный, В принципе, Ну, Здесь, Не царское это дело, Политикой заниматься, Я так, Наперед скажу, Ну, Не, Не, Дело это поэта, Настоящего, Суэрллера, Той заниматься, Так сказать, Он к религии ближе, Он творит практически Свою религию, Ну, Это высший пилотаж, Христос поэт. Игорь, Ты на русском писал Когда-то стихи? Вот в военном училище Я пробовал, Кстати, Это тоже генетически, В смысле, Я почувствовал, Что, Ну, Как сказать, Я вырос, Вот на русском, Да, Поэте, Так сказать, Вот он, Он меня заразил, Заразил, Но я на русском языке Практически не писал, Можно так сказать. Я пробовал, Что там, Дню рождения, Когда курсанты уже, Вот поэт у нас появился, Кстати, Союз писателей в Питере Меня сразу вызнали, Там, Я не помню кто, Но это был какой-то умный человек, Так сказать, Не уровня блока, Как Есенин пришел, Он сразу почувствовал, Что это поэт, Но в союзе писателей, Офицеры, Которые сразу думали, Что у меня там, Как говорят, Что-то, Ну, Как говорят, У нас крыша поехала, Потом очень быстро разобрались, Что я на личность замахнулся, Как они сказали, Это было очень важно, Я понимаю, Для меня, И лучшие, Ну, Так сказать, Аристократы, Они повели меня в союз писателей, Показали там стихи, Как они там разобрались, Ну, Они сказали, Поддержите этого мальчика, Наверное, Они так сказали, Я был сколько там, 19 лет, Я представляю, Совсем, Вот, И они меня поддержали, И потом уже, Как бы, И я потом ездил еще к ним, Ну, Это очень, Очень важно было, Потому что я тогда мог бы быть, Погибнуть, В принципе, Игорь, Игорь, Вот еще немножко возвращаясь К переводным стихам, Вот тебя много переводили, Не только на русский, Ну, Вот, Как ты считаешь, Насколько в русских переводах, Насколько вот отражена твоя суть, Как поэта, Вообще, Вот, Ты уже немножко затронул эту тему, Твои взаимоотношения, Отношения с переводчиками, Ты сам, Я так понимаю, Сам тоже переводил, Выступал? Да, да, Я люблю переводить, Я люблю переводить, Если бы осталась хорошая школа перевода, Я мог бы, Как мне говорит, Там, Журнал «Авсесвит», Мой друг Дмитро Дроздовский, Главный редактор журнала «Авсесвит», Ты даже мог бы жить за это, Ну, Как бы, Да, В смысле, Это было бы хорошо, Конечно, Я люблю переводить, Но на твой вопрос отвечаю, Ну, Эта же формула уже известна, Духовная, Переводчик в стихах соперник, Как-то мужиковского, Переводчик прозе, Действительно переводчик, Даже в очень метафорической, Метафорической, Или метафорической прозе, Или как-то, Поэтической, Скажем так, Прозе, Он все равно, Как бы, Переводчик в стихах, Он соперник, Потому что там другое мировоззрение, Настоящих поэтов, Там же мировоззренческая система стоит, Так или иначе, И я скажу просто, Оно выходит, Наверное, За законами энергии, Вот духовных, Оно наедино получается, В смысле, Что-то у меня отбирают, Вот как с Бельченко, Да, А что-то, Если настоящий поэт переводит, А у меня как бы, Ну, Не всегда, Не всегда, Как там по-русски будет, Сейчас, Сейчас тыть, Да, Не всегда, Есть, Когда берутся поэты, Скажем, Посредственные, Ну, Я, Не отбрасываю их, Потому что, Этически, Я как бы, Человек нормальный, Но те поэты, Хорошие, Даже, Как Бельченко, Я считаю, Ну, Одним из лучших поэтов, Скажем, Миров, Что-то там, Ну, Какая разница уже, Если, Да, То есть, Настоящим поэтом, Так вот, Мы уже говорили, Я, Я даже сначала, Ну, Как бы, Каждого поэта за своего, За свое дитё, Да, Духовное, Болит, Ну, Что ж ты мне, А потом я очень быстро понял, Вот, Мировоззренческая, Фундамент, Меня, Быстро, Так сказать, Объясняет это, Что это нормально, Вот, О чем я говорю, Она что-то свое добавляет, Что-то мое убивает, Но свое, И получается, Как бы, Как бы, Наш общий ребенок, Да, Который что-то взял от отца, Что-то от матери, Духовное, Это, Говорят, На общие детишки наши, И тем более, Там очень важно, Не за деньги это все делается, Да, У нее импульс, Ну, Как бы, Как поэты сходятся, Современники, Потому что, Вот, Как бы, С классиками, Да, Понятно, Там, Душа ждала, Ну, Вот, Как у меня там с Есениным, Да, Разминулись мы в пространстве, Не в пространстве, Во времени, В пространстве, Кстати, Не разминулись, Это там, Тоже даже мистика, Какая-то была, Что твоя, Что Есенина, Душа Павлюка, Ну, Люди, Некоторые чувствовали, Как бы, Схожесть там, Да, Хотят, На украинский язык, И, Короче, Опигонства у меня практически не было, Я уже был сам собой, Ну, Там, Там другой, Там не объясним, Не объяснить это, Вот, Там вот, Как душу, Ну, Это понятно, Да, Понятно, Что непонятно, А дальше и не надо, Не человеческое это дело, Если серьезно, Так вот, Такие переводы, Как Женя Бильченко, Скажем, Или Стива Комарницкого, Как британского поэта, Или Наоми Фойль, Которая сейчас британка, Ну, Это отдельный разговор, Да, Кстати, Да, В мире как-то, Оно как бы, Как оно там говорят, Реакция Ланцегова, Да, Цепочка, Да, Цепная реакция, Да, Пошла, Китайцы, Вот, Сейчас начали приводить, Вот, Журнал мне, Кстати, Прислали, Могу потом показать, Сейчас прозу начали приводить, И тоже им очень интересно, Моя проза китайцам, Сейчас, Журнал должен прийти, Ихний, Главный, Шанхайский, Ну, В смысле, Зарубежная литература, Там что-то есть тоньше, Чем вот просто поэтика, Действительно, Ну, Как бы, Я сразу понял, Что там верлибры, Это не важно для меня совсем, Ну, Там же глубже, Совсем другое, Ну, В принципе, Поэзия это ритм, Ну, Если ты не почувствуешь ритм, Так смысл, Нету, Ну, Все, Ну, Как бы, Глубоко я чувствую это, Что если без ритма, Ну, Это сказка, Ну, Ну, И сказка имеет ритм, Так что, Переводы, Они сами ко мне приходят, Я их не ищу, Сейчас, Как бы, Да, Лучшие, Вот, Женя целую книжку переводила, Это еще в 12-м году, В Питере, Вот, Вышла, Исповедь последнего волхва, Практически, Ну, И дальше можно разговаривать, Не об этом же, У нас передача, То есть, Времени нет, Чтобы еще один блок стихотворений, Давай посмотрим, Как скажешь, Кто здесь, Кто здесь, Ты начинаешь в цем клубку протирить, Диригент, Так сказать, А вот это, Да, В цем клубку протирить, Вже не знаю, Где вихід, Где захід, В цем клубку протирить, Тільки вогник далекий, Спаса, А трибуны вождев, Нині справді нагадують, Плахи, Як приручений вовк, Шолодивого пса, В цем клубку протиріч, Наші роки летять, Наче скіфи, В диких прірвах століть, Тільки кальцій, Святе після нас, Після нас зостаються, Олюблені, Олюблені кровію, Міфи, Недолюблений, Хтось, Недопита плящина вина, Накладається голос на голос, А маска на маску, Той печальний, Моврічка, Веселіше, Хтось мов струмок, Не шукаю в фатальну межу, Перемога, Поразка, А сиджу, Пропускаю крізь люльку, Житейський димок, В жилах, Хаос і космос, А зовні, І зовні так само, Найсумніше, Коли в тому світі, Ще гірше, Ніж тут, Час не йде, А росте, Як надгробний, Натріснутий камінь, Одночасно росте В глибину, В ширину, В вистоту, Ну, А простір для душ Майже зовсім нічого не вартий, В цім клубку проти річ, Раптом зійде зоря, І співай, Між богами і зверами, Люди, Задавнені жарти, У пекельнім клубку, Найрайський, Скажу я вам, Рай. Замечательно. Вообще, удивительно слушать мову, украинську мову. Ну, послушаем это же стихотворение в переводе Марты Январской. Кстати, тоже интересный, наверное, психофістический момент. Вот я научился отделяться от своих стихов. Это хорошо, чтобы дальше идти. Ну, наверное, потому что, да, понимаете? Как бы я стих читаю немой. Иногда так говорю с хорошим юмором. Хороший? Ну, если б я это написал, пожалуй, руку бы пожаловать. Пайдашокинсник, да? Так называется. Хорошо поговорить с умным человеком. Приятно. Значит, перевод этого стихотворения, перевод Марты Январской, тоже очень интересный переводчик. Она больше буквально переводит, но это тоже неплохо. Это тоже интересно. Это другой сорт перевода, но тоже хороший. В кубле схемы и дилемм. Вход и выход упрятались в страхе. В кубле схемы дилемм. Огонек лишь далекий спасал, а трибуны вождей принимают подобие плахи, как прирученный волк шелудивого пса. В кубле схемы дилемм. Наши годы летят, будто скифы. В кубле схемы... В диких безднах веков Только кальций цветет после нас. После нас остается Кровавая несбыточность мифов. Недолюбленный кто-то. Початая чаша вина. Налагается маска на маску. Запрет на запреты. Тот печален, как речка, А тот разбитной ручеек. Не ищу я фатальный предел Поражения, победа. А сижу, пропускаю сквозь трубку Житейский дымок. В жилах хаос из космос. Снаружи такими ж путями. Ну а вдруг на том свете Нисколько не лучше, чем тут. Не идет, а растет время. Словно над треснутый камень Над могилой растет. В глубину, в ширину, в высоту. Недостойно пространства души. Словно вечности сутки. В кубле схемы дилемм. Залеет заря. Запивай. Люди между зверьем и богами. Как старые шутки. В адском кубле скажу я вам. Самый роскошнейший рай. Замечательно. Я трубку вспомнил. У меня был период жизни, когда я курил трубку. У меня целая коллекция сейчас собралась. Ну я так сказать вспомнил. Да, да, да. Вспомнил молодость. Вспомнил молодость, да. Потом может опять вернусь еще к этому. Ну, во всяком случае, прикольно. Слушай, ну давай ночные дороги, а? Ночные дороги. У нас времени, смотрю, совсем мало. Как бы быстро так идет время. Я так и думал. Стихи должны быть. Стихам приоритет. Ночные дороги, а почему? У тебя есть? А нет, есть, есть, есть. Ночные дороги, кстати. Сейчас, сейчас, извини. Не торопись. Кубле схемы, дилем. В ночных летаках что-то у меня здесь. Короче, ты читай давай на русском сейчас. А я пока... Ну давай, давай. Ночные дороги, тоже перевод Марты Январской. Провожу в поездах свои ночи Шесть лет ненароком. Боковое местечко имею свое, сорок пять. И смеются над ним звезды С лицами ветхих пророков. Хоть ногами вперед. Спим и едем. Не пятимся, вспять. Да не всяк рядом спит. И сгущаются запахи, звуки. Тут судьба Или случай людей незнакомых сведет. Ведь вагон, что планета, Старухи, родители, внуки. И не скажут, что едет. А скажут, что поезд идет. Кто-то душу излился купейником, Словно отцам самим. И огонь в том вагоне лампадкой Церковной горит. А житейский наш путь Представляется белыми рельсами. Перед стопкою водки И звездным сиянием икры. В кораблях, самолетах Все так же. Лишь выйти труднее. Когда воли захочется больше, Чем более дорог. Представляется нам, Будто едем, Как только стемнеет, Пока люди и сбоку, и снизу. А звезды, Где Бог? Теперь я прочитаю. Кстати, я уже 15 лет живу Действительно в поездах Между Львовом и Киевом. Я работаю в институте литературы, Но жить там у меня негде. Иногда ночую в спальном мешке Просто в институте литературы. Вот такая вот поэзия. Так сказать, бытия. Жизнь, да. Да, жизнь. Такая для поэта, наверное, Это нормально. Для доктора Нук Или там для деда. Ну, уже не нормально. Но я же поэт. Так что для меня... Ну, некоторые... Как ты так можешь? Ну, вот. Остаюсь поэтом, значит. Кстати, тоже как букер. Пока вот я... Как там? Дух авантюризма. Пока живет и романтики. Пока я поэт. Значит, ничь не дур... Я это понимаю. Как Борис Олейник говорил. Борис Олейник написал мне статью. Тоже как бы... Тоже тот же принцип. Что и перевода. То есть я не ожидал. Он мне звонит. Я тебе суплику написал. Какую суплику? Потом статью. Но он как бы тоже ко мне сам пришел. И это было приятно. Ну, приятно не то слово. Важно, скажем так. Да, мне повезло в этом смысле. Лучшие поэты Украины от отцовского возраста для меня. И Павлычкова, и Борис Олейник, и Драч. Они все практически... Ну, все меня как бы заметили. И все написали обо мне тоже как бы сами. Им хотелось, наверное. Ну, не знаю. Так и есть. Ну, как бы я... У меня нет марнославства сейчас. Тем более в религозной системе координаты. Это воспринимаю как бы... Ну, если проще сказать, как... Ну, все, я читаю Нічні дороги, потому что у нас очень... У нас очень мало часу. Нічні дороги. У нічних поездах я проводжу уже ночи шесть років. У меня есть свое место у них, сорок пять. Бокове. В него зори смеются с обличьями ветхих пророков и ногами вперед спить и еде кудись все живе. Поряд ктось пить. Сконцентровані запахи, звуки. Тут чи доля, чи випадок різних з'єднали людей. Бо вагон, як маленька планета, з бабами, батьками, онуками. И не кажуть, что еде, а кажуть, что поезд иде. Сповідається хтось незнайомим своїм покупейникам. У вагоні в огонь, як церковна лампадка, мокрить. И житейская дорога, здаяться нам, білими рейками перед пляшкою віскі и зоряним близком икри. У нячних літаках, кораблях все подібно, лишь вийти складнейше, коли воли захочется больше, ніж болю доріг. Нам здається, что едем кудись, доки, доки тут ніч еще, доки люди и сбоку, и снизу, а зори в горі. Ну, она там даже Бога поставила нормально тоже. Замечательно, да. Не, ну как бы это бытовой стих. У меня совсем, ну, разные бывают стихи. Да, да, да. Ну, это ж понятно. Игорь, в 2013 году тебе была присуждена престижная премия британского пенклуба. Вот расскажи об этой истории. Я так понимаю, сначала была книга по... приватной, да, на английском языке. Да, «Політ на Черным морем», «A flight over the black sea», то есть «Політ на Черным морем», ее издали не британцы, тоже переводчикам свела судьба через моего друга, который я уже сегодня вспоминал, Дмитра Дроздовского, редактора, «Сесвит», журнала, как мы тоже сидели на кофе, он говорит, вот бы... Короче, это тайна, тайна, как находится поэт, друг друга и переводчик, это тайна. Пускай будет это как любимый, да, это как вспоминать на людях, как я познакомился со своей женой. Наверное, не надо этого, да. Мне это главное. Так должно было быть. Раз я уже 30 лет с ней живу и так дальше, да. Если мы спелись переводить продукт, ну, это, как всегда, было неожиданно. Вот это и приятно, что они мне как бы сообщили, вот они как бы там... Он даже мне не сказал, что он предлагает эту книжку нашу общую на премию британского пэн-клуба. То есть я получил потом... Они все любят звонить, говорят, что из Нобелевского комитета сначала лауреату звонят. Вот вчера мне как международный звонок, я же не шучу. С Америки они там, ну, как бы... Меня же уже у них там... Что-то хотят предложить мне эти издатели, а я говорю, какой-то не наш звонок, может, с комитета, ну, так, с юмором хорошим, говорю. Не, это с издательства, но тоже неплохо. Так, в смысле, ну, как бы тайна вот это есть. Тайна рождения поэта, тайна рождения поэзии, тайна рождения двух поэтов, общих детей, как я говорю, да. Вот, от музы или от переводчик. Переводчик – это даже что-то другое, чем муза, женщина, да. Это, может, больше, чем жена и так дальше в этой духовной системе. Так что мне сообщили, что я лауреат британского панк-клуба. Я даже не знал, что это очень серьезная премия. Так, ну, лауреат, лауреат, книжка вышла. Ну, и очень, так бы сказать, в мере прочувствовали. Сразу на меня начали нападать издатели. Потом переиздали даже ее. Я покажу, я здесь книжки собрал, а как-то ничего не показывал. Вот это, что британцы издали, вот это «Полет на Черный море». Да, а это переиздание уже коммерционного такого издательства американского. Я, кстати, тоже наперед, наверное, вопросы, если нас слушают поэты, все думают, почему, что я стал сразу богатым человеком. Не покупают в мире поэзии, хотя она хорошая. Ну, я так знаю, что хорошая. Ну, и в переводах. Да, то есть на ней охотятся, на меня еще издатели, так сказать. Но надо, наверное, прозу издавать. Ну, если хочешь, так сказать, жить свободно. Ну, не самоцель для меня, деньги никогда не были, да. Но я хотел бы быть свободным. И, да, за это, это нормально для творческого человека. Так вот, ну, нет времени потом рассказывать. Французы потом переиздали, и поляки, и вот в России хорошие поэты, как бы, полюбили меня, скажем. Вот, так что я хотел сказать. Это премия британского пен-клуба. Она, ну, у меня видели еще больше, как сказать, в мире с этого. Даже Нобелевский комитет купил эту книжку, там есть на сайтах. Вот, и сейчас издатели ее заметили, потом вышла еще одна книжка сейчас, «Артания» в Америке, там Нобелевский ряд предисловий написал. Но это отдельно мы уже не поговорим, это не важно, мы так бы по пунктам, да. Это надо отдельную передачу делать, если о переводах. Ты говорил о прозе, о прозе ты говорил. Я знаю, у тебя вот буквально недавно вышел роман «Бух», да. Вот он. Вот о чем он, пару слов вообще. Да, пару слов сейчас скажу. Я обязательно должен показать две прозовые книжки. Это роман «Выращивание алмазов». Ага, ага. «Выращивание алмазов». Это, так сказать, философский такой роман, если просто сказать, как прийти к их нарю, физику, к вере, к Богу, если просто. А начинка, там сказать, так сказать, дрожжи, это мое пребывание в Петербурге и потом в Забайкальской тайге, где я... Отрабатывал свою волю. Да, 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 свою волю, да. Это я понимаю. Это все, эти законы, я под них попал, ни на кого не имею, так сказать, обиды. Это было нормальным моим выбором. Я должен был через это пройти. А вот это уже роман «Бух». Ну, о чем он? Там, опять же, ядро этого романа это молодые люди, которые восстали против советской власти на моей родной Волыне школьники. Школьники городка, откуда моя жена, Луки, Волынской области. Я пока еще теща была жива. И тесть, ну, я там любил бывать, грибы собирать и писать, и писать, так сказать. То есть это конкретный сюжет, да, был? Да, то есть начинка, главное ядро. А потом уже пошло, так сказать, он как бы пророческий. Я иногда пугаюсь. Не, уже не перестал пугаться. То есть для писателя это нормально, я же чувствую просто в этом контексте. Не, не, конечно, не... Я не пророк, ну, так сказать, в религозной системе. В смысле, я там предвидел и войну, и все вот это, что-то случается. Хотя он написан еще в 2007 году. Я не спешу издавать прозу. Этот был в 1997 году, а издался недавно. То есть они 20 лет или 10 лет, да, там 15, лежали просто в рукописях. У меня еще есть проза. Ну, я не спешу. Но как бы тоже за законами, как бы для меня непонятными. Как слагается, как-то издатель находится. Ну, это пускай уже, это не мое дело, это вскрытие покажет, как я говорю. Пускай, если литературоведом я буду интересный, как пускай они там ищут. Я думаю, что еще очень интересное будет издание когда-то, наверное, когда уже меня как бы хочется, как это в фильме с Никулиным, да, наверное, меня наградят, как он там посмертно. Мой многотомный эпистолярия с нобелевским лауреатом Маяним. Там такие материалы. Там уже как бы 6 тому минимум уже сейчас можно издать. Но это отдельный разговор. Но просто эта мировая литература там сконцентрированная. Там очень много всего того, что... А на каком языке вы общаетесь? На английском. На английском. Но это перевести уже, да, не проблема. Но там будут когда-то вскрыты тайны, которые, ну, как бы... Ну, латентные, да, которые сейчас неизвестны. Вот. Я их... Сначала мне было очень тяжело их нести. Ну, как бы я должен был или как бы или умереть, или остаться самим собой. Ну, вроде бы, как бы остался самим собой. И вот, неся эту ответственность, так сказать, знаний секретных и так дальше. Ну, это нормально для писателя, наверное. Когда-то оно будет напечатано, понятно. Какими языками, не знаю. Но это будет интересно. Ну, поверьте просто. Я просто сейчас не имею права. Это ж не моя тайна, понятно. Слушай еще. Вот на твои стихи пишут, а главное, поют песни. Ну, закон тот же, извини. А, ну, говори. По твоим стихотворным композициям созданы театральные постановки, шли передачи на радио. Вот что это за пьеса «Вертеп», которая входит в репертуар Львовского драматического театра имени Леси Украины? Расскажи вот об этом. Ну, законы те же. Я уже, так сказать, в том возрасте, когда «узагальнюю» называется. Как там на русском будет? Вагу. Да. «узагальнюю», так называем. Вообще так сказать. Да, я уже на русском давно не общался, но поскольку аудитория у нас русская, я сказал, может, я на украинском буду, но это будет, да, не поймут. Ну, так что договорились. Это нормально. В смысле законы, я хочу сказать, те же, что и с переводчиками. То есть находится где-то, я специально в этом направлении не работаю. Хотя, правду сказать, я с театром начинал работать. То есть я очень хотел, чтобы меня что-то поставили с театром. Вот, но не получалось, потому что, ну, как бы в силу моего характера. Это началось в 90-е годы. У меня сейчас книга «Драм», я думаю, будет издана. У меня 10 пьес, в принципе, написанных, если просто сказать. Так что вот и с театром Людмила Колосовича, она сейчас, ну, молодая, ну, молодая, да. Она гениальный режиссер, она сейчас по Украине, по примеру, короче, когда мне сказали в театре, это хорошая пьеса в детском, ну, надо деньги. А я когда-то с Америки, когда приехал, когда на квартиру зарабатывал, я горжусь этим, от государства ничего не получил, все или сам заработал, или вообще не имею. Ну, то есть это нормально для поэта. Это даже важно, да, о чем я говорю? Как-то оно само собой, она меня нашла. Ну, наверное, имя идет там, как бы сказать, слухи идут впереди меня, да, как по деревне. И так же с песнями. Вот я сижу сейчас, оп, по что открываю, Игорь, или там на фейсбуке, да, я написал песню на ваши стихи, даже клип уже готовый. Ну, так шо ж, я буду говорить. Я глубоко понимаю, что это мечта для поэта, ну, так сказать, чтобы его стих стал песней. А если еще народной, так вообще больше ничего писать не надо. То есть ты уже так свою миссию исполнил. Как у Бориса Олени, которым мы вспоминали песню о матери, да, посеяла людям лита свои литочка житым и так дальше. Или, ну, не будем, потому что времени нет, я могу много сравнивать. Получается, как у Булгакова, Игорь, получается, как у Булгакова. Не надо ничего просить, придут и сами все дадут. Так выходит, что пришли и сами все дали. Да, и другая проблема у меня сейчас. Вот защищать себя от этого, как бы не парадоксально. Там очень трудно отсеивать, так сказать, хотя здесь и дальше иногда и невозможно отсеять. Вот, как говорят, графоманию, то, что там пишут, как бы песенку такую себе написали. А смотрю, потом и уже пятеро пошло, понимаете? Тут даже нельзя, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Вот это тоже закон, я понял. Но, если я дальше, хотя мне вот тут Нобелевский лариат, Маянь говорит, да, успокойся, ты уже написал все, чтобы у тебя есть уже все, даже для, ну, так сказать, чтобы в мире, в мировой поэзии остаться. Я говорю, я не могу, мне процесс важен. Ну, как поручик Жевский говорил, вы детей любите, детей так себе. То есть книжка, это вторично. Мне важен процесс, я не могу без процесса. Ну, понятно, это может тоже есть маркером, так сказать, настоящести поэта, когда ему процесс важнее, да? Вот, написание. А жанр для меня разницы большой не имеет. Я как бы во всех пробую, что там на душе есть, ну, попробовал. То есть, а не писать я не могу. А премия это уже третичная или десятиричная, а само издание книг это вторичная. А вот процесс, хотя я сейчас уже разделил немножко, как оно есть, то есть поэзия жизни, как там в Байроне есть поэзия политики, а есть еще поэзия жизни, то есть жить, как поэт, жить, жить, то есть текст, ну, вообще-то легенда о поэте, она состоит из трех составляющих, да? То есть, его биография, его текст и фотография. Ну, это уже третично, то есть внешний, да, как-то там, зон внешний выгляд, да? Ну, лицо, так сказать. Ну, хотя для легенды это нужно, да? Ну, понятно. Ну, так вот, если они соединятся, как ядру атома урана, в какой-то такой закономерности за духовными законами, которые поэты чувствуют, но не могут понять или репродуктировать, ну, тогда поэт уже, так сказать, его нельзя уже убить. То есть, его надо убить, а потом он воскрес, и потом уже второй раз того, кого воскрес, уже убить нельзя. Тогда срабатывает легенда. Вот что сработало с Христом, и что Есенин тоже попал под эту легенду, да? 30 лет его вообще выкреслили, так сказать. Моя поэзия здесь больше не нужна, да, и, пожалуй, сами тоже здесь не нужен, понятно. Вот это есть матрица, так сказать, поэта. 30 лет он не нужен действительно, а потом он воскресает, и все. Дальше он уже, так сказать, вечный. Ну, вот, может быть, вот, как говорится, в продолжение темы, вот стихи спасают, как ты считаешь, или губят, наоборот? Не, я просто скажу, стихи, они преддверие молитвы, так сказать, если церковь – это молитва, то как бы там коридорчик в церковь, да, или возле церкви – это поэзия. То есть через поэзию можно прийти, ну, самая большая поэзия – это литургия. Там и театр, и все есть, да? Вот, но это уже другой, так сказать, уровень поэзии, в смысле, ты там тоже находишь поэзию. Ну, в церковь, в смысле, когда я иду. У меня театр, кстати, отпал, когда я начал ходить в церковь. У меня друзья, режиссеры, кстати, сейчас предлагают там что-то ставить. Мне это практически не значит. Не, ну я в крайности не падаю, я не говорю, что я там не буду. Но у меня времени на это нет, мне неинтересно. Я лучше схожу на литургию, и я получу то, что я должен получить как поэт. Вот даже молчание – это уже высший уровень поэзии. Тогда ты… Ну, там есть варианты еще очень важные. Или ты апологет, или ты проповедник, или ты сотворец. Три варианта всегда есть. То есть я уже сейчас, пройдя через православие, вот как бы ритуальное, я опять только на другом уровне восхожу уже к поэзии, так сказать, сотворцам. Ну, в смысле, творец, я так чувствую я, он хочет сотворца. Ну, ему хорошо, когда ты апологет, да? И хорошо, когда ты проповедник. Еще лучше, когда ты проповедник. Но еще лучше, когда ты сотворец. Ты можешь ошибаться тогда. Ну, как я на внука своего смотрю, мне же с ним интересно лепить. Или просто он любит дедушку, и все, потому что дедушка. Так мне неинтересно, так мне долго интересно. А вот сотворец, да. Вот поэт и есть сотворец. Так что, как бы страшно на этом этапе, но я уже как бы чувствую это и не боюсь. Нет, в смысле, боюсь, но превозмогаю страх. Это другое. Чего ты боишься? Чего ты боишься в творчестве, в жизни? Вот самое страшное, это смерть, забвение или как? Нет, уже не смерть, я пережил. Почему я страшно, потому что эти темы у тебя звучат в стихах твоих? Ну, я скажу проще. Есть поэтом, пока он язычник. Вот когда я сейчас христианин, я скажу себе честно, я перешел на другой уровень поэзии, вот о чем я говорю. Когда люди уже мне... Это гностицизм у тебя такой. Как? Гностицизм. Чтоб стать сотворцом Бога, это гностики. Пускай будет так. Наверное, так. Это тоже включает, что я уже не боюсь. Мне так сказать, все равно, что обо мне уже скажут. Будь проклят тот, кто надеется на людей. Ты уже сказал, пророчеств не боишься вообще? Нет, я боюсь свою душу погубить. Ну, это банально, но это факт. Я хочу быть Богом. В смысле, частью Бога. Но это тоже для верующих. Ну, как бы кто... Потому что может показаться, что я абсолютно адекватный. И в смысле, здесь парадокс срабатывает. Вот когда я звонницы, смотрю уже как бы колокольни на этот мир, на высшем уровне поэзии, где религиозный уже уровень, ну, то есть в смысле ты создаешь миры, галактики. Вот я недавно там... Есть у меня краткий такой стих, что мы создаем... Ну, если на русский перевести, что мне неинтересны уже стихов, там, клапки, да, отрывки. Мы с Творцом создаем галактики и ДНК. Короче, вот этот уровень уже, высший уровень поэзии, когда словесный вариант, уже неинтересный, и, во-первых, потому что я уже его сотворил. Ну, надо дальше куда-то идти. Ну, я много... Ну, не важно. Много, ну, много и... Много и хорошей поэзии. Мы вот заряжали еще одну тему важную. Извини, я перебью просто... Нет, ничего, ничего. Я ж как бы... Это мне тоже самому интересно. Художник, власть, пресса. Так называется твоя монография. Знаю, ты серьезно занимался этим вопросом. Вот расскажи об этом треугольнике, если это, конечно, треугольник. Может, это просто точки в пространстве. Вот художник останется художником, если будет работать на власть. Насколько важно творческому человеку, поэту, художнику оставаться независимым? Ну, вот я сейчас на себе. Я не думал, что мне на себе надо будет вот этот... Все эти мои научные формулы, так сказать, попробовать на себе. Да? Ну, мне так судьбе было угодно, что я на себе это сейчас проверил. Все там правильно. Я почувствовал. То есть, если просто... Надо сейчас просто и времени нет разглагольствовать, так сказать. Если просто модель Христа, опять. Там все идеально. Вот посмотри на модель Христа. Вот такое отношение должно у тебя быть к власть имущим, и к друзьям, и к другим, и к апостолам, твоим апологетам, так сказать, и к проповедникам, которые потом стали... То есть, ты должен пройти крест. В такой или иной мере потом воскреснуть. Я уже говорил в контексте того же Есенина. То есть, ты должен быть... У тебя должен быть лавр в какой-то пропорции. Потом у тебя тернии. Тебя забывают, убивают, как Гарсиа Лорку. Ну, неважно, ты сам уходишь. Это как бы там Евтушенко. Нет самоубийств, есть убийства. То есть, ты не можешь уже с этим веком жить. И так дальше. Или ты сам стреляешь. Пушкин, Лермонтов, наши украинские... И Шевченко сюда подходит, так сказать. Там он с режимом воюет. Это неважно. Он сам собой... Это бунтарь, так сказать. Только тот религию, как Христос, сотворил свою. Но это высший пилотаж поэта. А тот течение, как Байрон. Байронизм, романтизм. Но это сильно, конечно, я к себе на мир. Но это не тот уровень, что Будда или Христос. Как поэты в той смысле. В том смысле, не надо сотрудничать с властью. Насколько ты можешь это сделать, когда ты уже поэт... Ты уже как словесная. У меня сколько там, много стихов. Но это неважно. Некоторые говорят, ты очень много пишешь. Я говорю, а ты посмотри на наследие Байрона или точно не больше и не меньше. То есть так писали настоящие поэты. В смысле, если с хорошим юмором, ну как без юмора, ну адекватно сложено быть. В смысле, подальше от власти. Ну как бы посмотри на Христа. Там нет однозначно, нельзя сказать. Можно даже, когда тебя... Но ты должен быть внутренне независим. В смысле, я могу курить трубку, пока я независим от нее. Я могу пить водку, но если я чувствую от нее зависимость, все. Я должен это бросить или погибнуть. В смысле, так же и с властью. Вот когда у меня шансы есть получить национальную премию, ну как пример. Я понимаю, что сейчас меня даже там забросят. Я не хочу сейчас национальной премии. Это ненормально. Хотя не камень в огород, так сказать, поэтому... Мы не отказываемся. Ничего не надо отказываться. Это по-другому уже. Надо отказываться иногда. Надо. Не всегда, ну в крайности, но надо. Но в этом контексте, то есть ты выше власти. Если проще сказать, я уже шутил на эту тему, не царское это дело, но религию ты должен сотворить. Ну, хотеть. Или хотя бы стать апологетом Христа, но не поэта другого. Это уже не тот уровень. Я мне с Байроном, как сказать, и с Есениным я сижу на равных. Хорошо, пускай так я скажу. Это мое дело. Я его очень люблю. Не то, что я буду его защищать. Я буду говорить ему, что ты выше меня, потому что я учился, ты учитель. Но я не могу идти, когда я как бы апологет... Ну, я как там сейчас кратко. Шекспиру когда-то пришел поэт, и говорит, я хочу быть таким большим, как ты. Он говорит, никогда не будешь. Так как ты еще ничего... Вы еще ничего не читали, так высокомерно ко мне, значит, я не буду. Ну, говорит, да не будете. Ты никогда таким большим, как Шекспир, потому что я всегда хотел стать... творить мир, как Бог, а стал только маленьким Шекспиром. Если ты будешь хотеть Шекспиром, ты никогда не станешь... Ну, это Шекспиром. Понятно? За логикой духовного и даже физического развития. Так что в этом смысле я опять обращаюсь, чего я боюсь? Ну, я боюсь себя. Вот там Царство Небесное, и там как бы предать самому себя. Да. Это самое важное. Быть честным... Чего-то надо бояться. Если ты уже не боишься, это киборг или ангел там. Ну, говорят, смелый не тот, кто... Мне очень нравится это максимум, так сказать. Смелый не тот, кто не боится ничего, а тот, кто преодолевает страх. Вот даже на передачу эту, я так сказать, у меня страх был. Ну, я его преодолеваю. И когда я военное училище бросал, мне очень страшно было. И весь мир был против меня. Но я его бросил и стал поэтом, так сказать. А что будет дальше? Я могу уйти уже, так сказать. А может... Или даже в монастырь у меня думал. Ну, в смысле перейти на религиозную систему координат в полном смысле. И я тоже этого не боюсь. Еще, дорогой мой, еще цитата вот из той статьи, что я тебе писал. Павлюк, как уже говорилось, пытается в своей поэзии охватить все. Он может быть конкретным в образах, осязаемых, материальных. Ну, и может быть абстрактным. Иногда кажется, что поэт ведет диалог с мирозданием. Не исповедуется, не жалуется, не просит. Он как бы делится своими мыслями. Иногда отрывочными, иногда неожиданными. Делится с нами воспоминаниями. Он будто поет красивую грустную песню глубоким чувственным голосом. И мироздание слушает его. Игорь, ну, может быть, что-то на мове почитаешь из последнего? Это природно все, что сказано. Это ж нормально. Я маленький атом мироздания, и все законы атома и мироздания, они же, они же, как там, тотожные на украинском. Едины в смысле. Вот. Так что ничего, ты ребенок в этом спору нет. Ну, а я ведь разве не поэт? Я прошел эти стадии страха. Может, я не туда иду. Вот. А теперь я уже, как бы, опять чувствую себя, как внук меня учит жить, и я понимаю, что такое будьте как дети. Это относится и к поэтам, к поэтам, так сказать. Вот. Так что все природно. Да, у меня, у нас времени нет. Сейчас я прочитаю. Вот я думаю, что прочитать. Я сейчас начал писать такие краткие, я уже говорил, однострофные стихи, фейсбучные, но не с юмором. Или такой, или свежий такой стих, как сказать, длинный. Как тебе нравится? Вот что, на что душа лежит. А как ты чувствуешь? Как лучше? Я бы один такой и несколько вот таких. Давай. Ну, еще минут пять, да? Мы задержим уже. Да? Ну, давай. Краткие такие. Я первый раз их читаю фейсбучных твирчев. Но они очень, я чувствую, что они очень нравятся. Когда я на фейсбуке их выставляю, ну, чувствую, что нравятся. Я когда-то издам, наверное, отдельную книжку, если. Мне тоже их интересно сейчас писать. Ну, например. Вам вдалося мене здивувати, хоть давно в цьому свите я є. Наш Титаник навчився летати и летучим голландцем стоит. Понятно? Так, дальше. Живу, як вмію, молюсь и лаюсь, сортую тару с Богом у храмі своего раю серед дурдому без санітарів. Дальше такой стих. Ми дожилися на планеті, яка кулиска чи тюрма. Кого нема у интернеті, того нема. Понятно, да? Кого нету в интернеті, того нету. Или такой, доктор Фройд и доктор Фауст у гробах зітхают. Механізм греха відкрили, як закрить, не знають. Маркс і Енгельс шлях вказали до земного раю, мільйони душ в пеклі шлях той пам'ятай. Ну, это надо язык українский все-таки знать, чтобы прочувствовать. Ну, и такое еще. Кто я? Персонаж из анекдоту, слепенький поводир крилатых слев, велика рыба, вищего польоту, я адвокат своих же врагов. Я адвокат своих врагов. Это уже в такому контексте, в котором я сейчас стремлюсь, как бы, так сказать. Творец, он учитывает намерение, мне очень нравится вот это направление, так сказать. Ну, и теперь серьезный стих, как я говорю, да? Еще можно или уже? Душа умылась честной слезою. Сам себя перебил. Свежий стих просто. Хотя я говорю, я люблю читать с памяти. Если бы не свежий, я бы читал просто с памяти. Это другой тон, совсем другое чувство. Ну, как бы вы предложили эти стихи, и это тоже новый, свежий, в смысле свежего, я позволю себе тоже читать, хотя я так не люблю. Душа минулась. Ранья, співає висота У глибині. Чим більший Парус, то тим важчий Якер. Поет Скрипаль З Титаніка. Тепер Армагеддонський відчуває знаки, Як відчував свій розпад СССР. Безвір'я Вірус, маскарад, дурдомність, Бездомні пси, Лиха грошва братве. Моих пісень дзвінкий багатотомник Почує світ, як Віщий спів трави. Мов кров зорі, молитва У північну, мовчання Мавок, кам'яних бабів. Але матеріальне Все не вічне, а те навіки, Що наш дух створив. Благословляю ворогів біблійно. Я, садівник, Астролог, сторож слів, Люблю боротись на духовних Війнах і лікувати Людський біль Землі. Ну, от ця єдіності, о которой ти говорив, Ну, я так чувствую, для мене це єдіно. Як сказати. Лена, що ти скажеш? Ну, прежде, чим поблагодарити Ігоря і тебе, Володю, я б хотела один неожиданный вопрос Ігорю задати. В связи з тим, що Ігор спешит к своїм студентам і все время говорит «время, время, время». Торопиться к своїм студентам. Скажіть, Ігорю, пожалуйста, а какой самый неожиданный вопрос вам задавали ваше студенте когда-либо? А студенти? Студенты? Наверно, просто... Щас, 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 щас. Наверно, самый неожиданный... Самый неожиданный... Он всегда с любовью связан. Когда студентки влюблялись в мене і спрашивали таким тоном «А ви женаты?» Замечательно! Ігорю, Володю, середечно вас благодарю за теплую встречу, за подареное вдохновение. Я надеюсь, что наш эфир продолжится и скоро состоится какое-то продолжение, хоть онлайн, хоть офлайн, дай Боже. И хочу пожелать и Игорю, и Володе успешной музы на рабочем столе. И также сказать нашим зрителям, что на этом эфире мы не заканчиваем наш месяц «Украинская культура». Он продолжается. Хотим пригласить на портал «Культура РФ» 14 октября в 19.00 у нас в гостях будет академик Национальной академии наук Петр Петрович Толочка и Дмитрий Сергеевич Бурага будет с ним разговор вести. А также я с большим удовольствием хочу сказать, что встреча с Володей также будет вскоре. 15 октября состоится творческий вечер Володи Пиманова и Татьяны Резвенко. Они презентуют нам нову свою книгу «Пустяк и призрак чемодана». Приглашаем всех к просмотру. Всем огромное спасибо. И вам великое дякую. И так объяснял, что сам многое понял. То, что раньше как бы сам бы не понял, если бы с такими любящими людьми я вас уже полюбил и почувствовал. Так что Володя, как бы, проще сказать, не обязательно выпивать всю бочку вина, чтобы знать ее вкус. В смысле, да? То есть я Володю уже знаю Олену по-украински, если сказать так, тоже уже почувствовал как творческую личность. И надо уже развиртуаливаться, так сказать. Поддерживать. И добра нічь тоди, я ж знаю, что вы украинское знаете, а кто не знает, то зрозумею уже, так бы, прощальный аккорд наш. Так что дякую, я с такой энергией зараз до студентов перехожу. Удачи, привет твоим студентам. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok